На канале есть ролик с Алексеем Т, где он рассказывает как лучше работать с головохвостем и промежуточными. Его совет был ни в коем случае не смешивать эти фракции в одну кучу, а работать с ними по раздельности. Как мне видится аналогичный подход имеет право на жизнь и при работе с дистиллятом. Всем привет! Это головы и промежуточные от дистилляции. Здесь могла быть емкость с телом, но тело уже залито в бочки. Это хвосты от дистилляции. Что дает такое разделение? У головных коэффициенты ректификации всегда больше единицы, промежуточные могут менять. Если у нас спиртуозность высокая, они сидят в кубе. Если низкая, они летят на выход. На текущий момент здесь спиртуозность в районе 73-74%. Разбавлю это примерно до 20%. При спиртуозности 20% как головы полетят в первую очередь, так и промежуточные. Так как работаем с фракцией, где нет хвостов, во время перегона нет необходимости ловить подход хвостов. Все, что я проговорил, соответственно, про работу с этой фракцией, это относится к работе на прямоточнике. Перегонять буду до того, когда в приемной емкости у меня не будет где-то 38-39% спиртуозность. И получу в результате перегона сразу питьевой дистиллят, который не надо разбавлять. Он уже, грубо говоря, сразу же после перегона будет готов к употреблению. Есть и минусы у этого метода. Как минимум, это временные потери, затраты и энергоресурсов. Потому что в тот момент, когда я разбавляю до 20%, я повышаю, соответственно, долю воды. А вода требует почти в три раза больше энергии, чтобы ее испарить, чем спирт. Приступаем к практике. Буду использовать куб на 37 литров. Нагрев теном. Подаваемая мощность будет регулироваться на базе блока управления. РМ2 позволяет очень точно настраивать подаваемую мощность. Исходник, которого примерно 9,6 литра. Спиртозность 73%. Будет разбавлен до 20%. Здесь я использую калькулятор. В принципе, достаточно легко его на Google Play скачать. Удобная вещь. Все. Теперь дальше заливаю исходник, заливаю воду, собираю оборудование и включаем нагрев. Интересно, вот в данном случае, как правильнее. Воду, спирт или спирт в воду. Подбросил монетку. Монетка сказала, что сначала спирт, а потом пойдет вода. Как ни старайся, все равно что-нибудь прольется на пол. В идеале, конечно, если отдельное помещение, обязательно его обложить плиткой. Ну вот, все. Вода залита. Про блок управления мощностью Прокуп и Тен проговорил. Значит, на кубе крышка медная. От Игоря Шульмана. С выходом на 2 дюйма. Здесь такой утеплитель, который я сейчас буду использовать. Ну, открыл, чтобы показать, что крышка медная. Сейчас мне нужен абсолютный прямоток, поэтому любое укрепление мне не то, чтобы смерти подобно, но и смысла в нем особого нет. Поэтому это будет сейчас соединено. Подрывник на крышке безопасности. Для дистилляции более чем достаточно такой конструкции. При ректификации начинаются уже проблемы, вопросы. То есть, там, если в зависимости от давления в кубе начинает уже, может, такая конструкция подсвистывать. Когда у Алексея было, мы тренировались с эмульгацией, мне рассказывал, то вот такого плана клапан при эмульгации там просто со свистом парой выходит. Поэтому он для эмульгации точно не подойдет. Для ректификации, в зависимости от того, какое у вас давление в кубе создается рабочее. Также на крышке есть такой вывод под термометр, штуцер. В данном случае он у меня заглушен, потому что я не знаю, что тут можно мерить. Да и при дистилляции так иногда ставлю. Не знаю, зачем, чтобы понаблюдать за температурой. Но это моя практика. Возможно, раз он реализован, значит была потребность, и кто-то использует, и он полезен. На крышке установлен диоптер. В диоптере кольца расшагомедные. После диоптера идет отвод. Здесь термометр поставил, но больше так как показометр. Тут на него сильно ориентироваться не буду, потому что основной контроль будет уже в приемной емкости. На 45 градусов поворотник. Холодильник. На холодильнике поставил термометр, сигнал. Если вдруг отключили воду, здесь нагреется холодильник, сигналка запищит. Дальше у меня идет силиконовый шланг. Сейчас настроено, чтобы под головы отбирать. И далее тара, приемная уже для основного тела. Когда в нем достигнет 38-39%, будет сделан стоп. Все готово для старта. Еще не показал один процесс. Проверил, чтобы вода поступала и выходила, и нигде не было протечек в холодильнике. Все как работает. И теперь, как говорится, поехали. Блок управления мощностью всегда располагаю на какой-нибудь подставке. Не опускаю на пол, потому что, не дай бог, какая-то жидкость пролилась. Здесь электричество, здесь вода, замыкание. Еще кого-нибудь может ударить током. Приятного мало. Была форс-мажорная остановка процесса. Дело в том, что прикоснулся вот так к шнуру. И он оказался горячий. Выше 60 градусов точно, потому что оно невозможно было держать. Пришлось остановить процесс. Разобрал, раскрутил. Проблема была в следующем. Один из разъемов, где крепится, разболтался. Гаечка отошла. И, соответственно, начал греться провод. Ну и в целом, как бы сам перегреваться. Работать в нештабнутом режиме. Не знаю, наверное, года два назад было видео на канале с Павел Тезка Мой Технарь. Где он рассказывал нюансы, которые надо отслеживать, если мы имеем оборудование, которое требует повышенной мощности. Ну вот здесь у нас бывает по 10-12 часов, там в ректификации идет определенная мощность. Соответственно, Павел, насколько я помню, проговаривал раскрутить розетки. Там раз в год профилактическим, посмотреть, чтобы все было плотно, ничего не отходило. Если начинает такая, пусть термин непрофессиональная, разболтанность, то начинает перегреваться проводка. В принципе, именно это здесь как бы и случилось. Разобрал, пересобрал, закрутил. Вот сейчас идет, уже скоро закипит. Ну, нормально, стандартное рабочее состояние. В качестве профилактики, хотя бы раз в год, розетки, которые под большой мощностью находятся в течение длительного периода времени, разбирайте, там проверяйте, подкручивайте. Иначе вот всякое может случиться. Куб закипел, убавил мощность, отрегулировал скорость отбора голов. Вот примерно в таком темпе буду отбирать головы. Очень много копий сломано, на какой скорости при дистилляции отбирать головы, там, по капельной или струйкой, не меняя мощность в течение перегона. Что могу сказать на это? Я варьирую. То есть, если бы я сейчас делал перегон для получения дистиллята под бочку, то, конечно, я отбирал бы на одной мощности, ну, по крайней мере, до перехода с тела на хвосты. И там бы я уже, когда на хвосты, добавил бы, ну, чтобы и время не затягивать. Сейчас идет перегон, когда я заберу вот эти головы и промежуточные, и это такая техническая будет жидкость, которую я уже больше нигде не буду использовать. Соответственно, чем более концентрированно я их отберу, тем меньше спирта я потеряю. Поэтому в данном случае буду отбирать по капельно, ну, и, соответственно, переход с голов на тело, он будет осуществляться по органолептике. Многие пугаются такого понятия по органолептике, как я буду переходить, пользуюсь калькуляторами, там где-то пишут 10% отбери от абсолютного спирта. Ну, наверное, да. Так тоже можно, когда вы только начинаете. Но со временем придет понимание, что какая-то спиртосодержащая жидкость при перегоне там достаточно, вы не знаю, 8% отобрать, и дальше уже идет полноценное тело. Где-то и 15% может не хватить. Зависит от того, как вы сбраживали, что вы сбраживали, как перегоняли. Ну, масса нюансов. Поэтому отбирать по органолептике лучше. И в этом сложного ничего нет. Я позже чуть-чуть продемонстрирую уже более подробно, как это делаю я. А в целом, если то ориентируемся на свой разум, на понимание того, что у нас даже организм так устроен, что если что-то вредное, ненужное может нас отравить, то она имеет соответствующую органолептику, которая нам это показывает. Химические какие-то ароматы, резины, жены, тряпки ссаны и тому подобное. Поэтому пробуйте, дегустируйте. И в тот момент, когда понимаете, что уже ничего отталкивающего нет, то переходите на тело. Часто в роликах у коллег по хобби вижу, как они проверяют органолептику и уходят, ну, например, с голов на тело. То есть берется... Берется проба такая на ладошке, растирается и слушается. Ну, вот на текущий момент, если такой, скажем так, тест на ладонях, то вроде бы уже все чисто, как-то не чувствуется ничего отталкивающего, вроде бы все хорошо. Но я использую немножко другой метод для перехода с голов на тело, в частности. Ну, и в принципе, там и с тела на хвосты тоже можно это применять. Просто там надо знать другие примеси. И здесь мне, по крайней мере, очень помогает то, что я в том числе занимаюсь ректификацией, делаю там трехточечный отбор. И забираюсь с нижнего узла отбора фракции, в том числе делал там с привязкой к температуре в кубе, с разбивкой там на 85, на 86. И каждый этот отдельный аромат анализирую, поэтому, ну, библиотека вкусов, антивкусов, в памяти хранится. Итак, что я проделываю, когда уже на руках хлама не чувствуется? Я набираю 10% дистиллята, ну, бывает ректификата, когда ректификацию делаю. И добавляю воды. Еще столько же. В данном случае тут у меня 10, 10, 20 миллилитров, грубо говоря, один драм. Затем переливаю это в снифтер. И уже в нем анализирую. В тот момент, когда мы разбавляем, то у нас освобождаются, ну, эфирка вылетает, головные, промежуточные, более ярко чувствуется. Ну, вот яркий пример того, что еще рано переходить от голов к телу. В ароматике очень ярко чувствуется наличие головных и промежуточных фракций, поэтому я продолжаю отбирать головы. И вот таким методом буду делать до того момента, пока перестанет в аргоноливке чувствуются лишние примеси. Температура воды, которую я добавляю. Рекомендую начать сначала с комнатной температуры. Наверное, идеально. Это 50-60 градусов. Ну, вот, может, 70, но не кипяток. Вот. Если добавлять... Если в процессе вот такой оценки я начинаю сомневаться и добавляю кипятка. Но здесь надо будет аккуратно, когда будете слушать аромат. Кипяток, спирты, ну, так можно просто немножко массоглотку обжечь. Сейчас спиртурность идет в районе 70, разбавляя пополам, я получаю примерно 35% анализирую. Что еще бы хотел проговорить? К этому пришел эмпирическим путем. Если добавлять не пополам, а увеличивать долю воды, то в какой-то момент вы столкнетесь с тем, что у вас постоянно будет присутствовать, хоть удаленно, но будут присутствовать примеси. Надо отдавать себе отчет, что это не ректификат, это дистиллят, и он без примесей. Ну, не существует хоть остаточные следы, но есть. Если уж хотите абсолютную частоту, ну, не на прямотоке гнать, а на насадочной колонне, и тогда у вас будет абсолютная частота при определенных условиях. Все, перехожу с отбора голов на отбор тела. Голов получилось примерно литр 500, ну, уже можно было на литр 200 уходить на тело, но я решил не идти даже самим собой, ни на какие компромиссы, а смысл. Вот, и дожал вот так уже, чтобы быть 100% уверенным, уверенным, что основной хлам весь ушел, и теперь уже будет дистиллят приличный. На отбор голов ушло чуть более трех часов. Все это можно было, естественно, сократить, разменяв на потери питьевого дистиллята, ну, тела. Включил мощность на крейсерской отбора. У вас, естественно, все будет по-своему, но вот головы я отбирал на одной, второй от мощности, которая теперь подана для отбора тела. Опущу туда спиртометр и буду ждать, когда спиртозность приемной емкости достигнет 38-39%. Продолжается отбор, ну, больше половины уже отобрано, в принципе, дальше особо интересного ничего не будет, достигнет спиртозность общая 38,5%, там 39%, останавливаю отбор. Два спиртометра. Почему? Во-первых, здесь 1,040, 2,040, 70%. Они идут друг другу навстречу и это позволяет избежать ошибки, когда один по какой-либо причине начинает неправильно показывать. У меня один раз такое было, но слава богу там была такая ситуация, что я просто с браги дожимал спиртозрец, поэтому это там было не критично, но единственное, конечно, спиртозрец получился более такой разбавленный, чем хотелось. То есть, у меня показывал постоянно 10%, хотя он уже давно шла практически вода. С практической точки зрения в принципе все. по теории рассказал, практику показал, осталось только продегустировать. Провел заключительную пробу, что могу сказать по органолептике. Органолептика, конечно, слабее, чем у тела, но это и понятно, все-таки, часть примесей ушла, причем, я так понимаю, самая лучшая часть примесей ушла именно в тело, ну и теперь на выдержке. здесь будет все-таки солдовый такой дистиллят, но изрядно ободранный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok